И запись начинает работать, и мы с вами начинаем наши занятия по книге «Ишаяху». И хочу напомнить, что все свои занятия, все, что у меня получается сделать с болью и помощью, я посвящаю своей жене Любе Бат-Михаэль память о ней и возвышению ее души. Напоминаю, что мы с ней вместе работали над книгами пророков, и я так считаю, что если у меня что-то и получается, то только благодаря нашей совместной работе. Она меня научила четко выражать мысли, не расплываться, искать конкретные зацепки в тексте. А мы с вами продолжаем пророк Ишаяху, и обсудив исторический стфон, мы подошли к с вами, к шестой главе, которую я постараюсь сейчас открыть. Так, постараюсь ее открыть. Мы с вами видим текст на экране. Да? Видно нам текст? Видим, Рабзеев. Спасибо. Видно, видно. Может быть, тут не все идеально, но я сейчас не буду добиваться этого идеала. Очень хорошо видно. Видно, да? Замечательно. Вот. И тогда мы с вами подаем шестую главу, которая считается началом пророчества Ишаяху. Видимо, все-таки это не такое прямо вот начало пророчества, потому что здесь проглядывается сильнейший пророк. Не совсем понятно, где действительно Ишаяху начинает пророчествовать. Но здесь его избрание, здесь его определение, его миссии – это в этой главе. Вот говорится «год смерти царя Узияху». И это не год смерти, а это год, когда Узияху зашел в храм для того, чтобы принести воскурение, вопреки закону, как мы представляем себе, что только когены могут служить в храме, тем более приносить воскурение в его внутренней части храма, в здании храма. И это поступок совершенно непонятный, успешный царь. Вот он освободился от влияния Северного царства, где правит Иераваам II, тоже, так сказать, приемлемый вполне царь, неидолопоклонник, по крайней мере слушает слова пророка, если не исполняет их, то прислушивается к словам пророка. И непонятно, что его толкает на этот поступок. Мы с вами говорили, может быть, что за два года до этого о мост, пророчеству и то землетрясение, которое должно произойти в основном в Северном царстве и смести с лица земли жертвы, не построенные в Гейтель. Я напоминаю, что в Северном царстве есть два основные места жертвоприношения во имя Всевышнего. И во времена Иеравама II уже уж точно не приносятся жертвы нигде в стране в честь Бааля. Это династия Егу, как мы с вами говорили. Цари, которые верят во Всевышнего, отрицают идуопоклонство, жертвы Баалю не приносятся. Но вот остались два храма в Дании и в Гейтеле. Основной это Гейтель на границе с Еудой. И храм, построенный в честь Всевышнего, естественно, с нарушением запрета Торы, который не разрешает приносить жертву Всевышнему нигде в другом месте, кроме храма, после того, как его построил царь Шламов. И Амос предсказывает разрушение этого храма, что он будет разрушен землетрясением. Амос упрекает жителей в основном правящую верхушку Северного царства и Южного царства в несправедливости, в том, что общество несправедливо, оно угнетает неимущих и увеличивается только богатство имущего класса. Как говорят, верхних 10% общества. И это упрек несправедливые суды, отсутствие изучения Торы, которое не позволяет народу возвышаться духовно одну секунду. И это упрек Амоса и Пророка. И надо было бы как бы отреагировать на этот упрек Пророка, который говорит, что за все эти преступления будет землетрясение. И в основном пострадает Северное царство и храм Байтели. Но, скажем, Узияу, будучи правильным человеком, воспитанным Пророком Нишаягу, он, как можно себе представить, он все же не понимает, как действовать. Вот что значит преобразовать общество. И единственной причиной, которой можно представить себе, почему он входит в храм, принести воскурение, хотя в книге Хронии говорится, что возгордилось сердце его. Что, скажем, единственная причина, которую можно представить, он, Узияу, представляет себе так. Вот будет сейчас землетрясение. Народ, как это было в период первого храма, скажет, что Бог нас отверг. Если Он нас отверг, мы не будем служить Ему. Это происходило уже несколько раз в истории Южного царства. Были такие моменты. И после Узияу были такие же моменты. Всевышний отверг нас, Он нас не хочет, Он разрушил все, что мы посрали, мы не будем служить Ему. И Узияу решает, что Он как бы возьмет удар на себя. Он войдет и принесет воскурение. При этом Он думает, что Он не нарушает закон Торы, потому что Всевышний оставил храм. Большинство народа приходит в Бейтель. И как бы святость храма по представлению Узияу зависит от сыновей Израиля. Они отказались от этого места, значит, нет святости. Он посоветовался с Эвнедрином, как говорит Меграш. Ему сказали не делать этого. Но все же он решает, что у него нету такого выхода. Он возьмет удар на себя. И вроде бы, как он представляет, что он и не нарушает закон Торы, потому что храм превратился в обычное место, в такой же храм в Бейтеле, где могут служить не только когены, а любой человек. И вот он войдет в храм. Если будет землетрясение, то люди скажут, это из-за Узияу. И это с ним, это как бы взять удар на себя, не дать людям подумать, что Всевышний оставил их, как впоследствии как впоследствии Ихискея и Римьяу борются с мнением распространившихся среди сноги Израиля, оставил Всевышний землю. Азаб, зачем это Алицы, оставил Всевышний землю. И вот это представление о том, что, представление о том, что, ну вот, все как бы союз разорван, Всевышний отдалился от нас и не имеет смысла ему служить, чтобы этого не произошло, Взял, говорит, пусть скажет, что это я, что это я виноват. И представляется, что об этом говорит книга «Хроник» Девреемим возгордилось сердце его. Возгордилось в том смысле, что человек решил, решил как бы один исправить исправить проблему и таким путем, как он представляет, а не так, как нужно было бы пойти сейчас совсем другим путем, попытаться вести изучение Торы, установить справедливые суды. И возможно этим избежать всем интересению, послушать голос пророка, о том, о чем он говорит, говорит о несправедливости. Нужно было это было исправить. Но нет, Узял решил своим умом, потому что он решил, что он не может иначе, не может вести не изучение Торы, не установить справедливые суды, не побороть верхушку, правящую в Юде. Он решает вот таким образом взять удар на себя. Как бы невозможно представить как-то иначе поведение праведного человека, как мы с вами говорили, человека большой праведности и до этого поступка, и после этого поступка. И вот он входит, Узияу входит в храм, как описывает Юсеф Флавий. В этот момент, именно в этот момент происходит землетрясение, которое поразило в основном Северное царство. Его следы нашли в Хацоре, в таком крайнем севере, одном из крайних северных городов Северного царства. Там четко проглядываются следы этого землетрясения, землетрясения, разрушившего постройки, дворцы. Все это рухнуло, 10 тысяч человек погибло. В этот же момент пострадал, по описанию Юсефа Флавия, пострадал и храм. Он говорит о том, что скала, по всей видимости, в долине Гей-Бен-Ином откололась и сдвинулась с места. С места в Южном царстве также рухнула часть домов, а храм, как описывает Юсеф Флавий, он дал трещину вверху, и луч света упал на лоб Узияву, и у него на лбу появилась болезнь цараат, которая, как вы знаете, она дается, как мы учили много раз, вы, наверное, учили за дурной язык, за вашу наразу неправильно использование своего языка. Попробуем представить себе, что здесь произошло, но пока мы представляем, что луч упал на лоб Узияву, и у него появилось это заболевание цараат, и когены, которые пытались воспрепятствовать ему, чтобы он вошел в храм, они торопят его, чтобы он вышел из храма, так описывается в Деврея-Эми, и он сам уже торопится выйти из храма, понимая, что он стал нечистым, ему нужно как можно быстрее выйти из храма, и оставшуюся жизнь, как мы с вами, может быть, упоминали, он живет за пределами Шалайма, построив себе дом на кладбище, и правит его сын Ютам, который родился вот в этот период, период его преступления. Когда Ютаму исполняется 16 лет, он становится фактически полномасным правителем, считается, Ютам считается большим праведником, прежде всего, потому что он никогда не приписывал себе власть, говорил, что он правит от имени отца, но фактически через 16 лет начинает править Ютам сын Узияву. И в год смерти Юзияву мы представляем, почему так сказано, потому что заболевший болезнью цират, которая обязывает человека оставить не только храм, оно и города, окруженные стеною, не разрешает в них жить, и человек, больной этой болезнью, считается, называется, как мертвый, о нем говорят, как мертвый. Эта болезнь, она такая своеобразная, если человек заболел, упаси Бог, воспалением легких, или другой какой-то заболезнью, или он болен какой-то заразной болезнью. Ему не запрещается войти в храм. Можно подумать, стоит ли идти в храм, если ты можешь заразить других людей. Это другое дело. Но с точки зрения закона ему не запрещается войти в храм. А вот болезнь цират, она делает его нечистым и запрещает войти в храм. И, как мы сказали с вами, жить в городе, окруженном стеной. Она, в общем-то, болезнь неизлечимая. То, что может избавить от нее раскаяние. Раскаяние человека. И тогда всевышний снимает это заболевание. Цират только внешне похоже на проказу. Всякий раз, когда ставят знак равенства между циратой и проказой, это ошибка. Это болезнь, которая делает человека нечистым. Позылается она за неправильное использование своего языка. Но дело в том, что... Что мы можем с вами представить? Что язык, как бы, это не только слова. Иногда язык – это поступки. Поступки говорят что-то. Поступки свидетельствуют о чем-то. И вот здесь то, что сделал Узияо, это как бы ложное свидетельство о том, что Всевышний разорвал свою связь с народом, оставил его, отдалился от него. А на самом деле, как мы можем представить себе, как союз Торы неразрушим, и невозможно отменить союз Торы. Никто Всевышний никогда не освободит от соблюдения Торы сыновей Израиля и никогда не примет ни от одного из своих сыновей Израиля такого заявления, что я свободен от соблюдения законов Торы. Союз вечный. Также и союз, так сказать, храма – он вечный. Если союз Торы – это как бы союз очень общий, говоря, может быть, не совсем точно, но в общем, это союз на уровне знания и обязанностей действия, то союз храма – это союз на уровне чувства, ощущения, чувства, ощущения и веры, что Всевышний постоянно управляет миром. Чувства, ощущения, пророчества – это все как бы союз храма. Храм, как мы уже с вами говорили, он соединяет духовный и материальный мир в том плане, что ощущение близости Всевышнего к человеку становится более четким. В мир приходит благословение, которое само по себе тоже является как бы вторжением духовного мира в материальный мир. И в мир с храмом входит пророчество, или, по крайней мере, храмы и силы пророчества, они неразрывно связаны друг с другом. То есть это вот такие вот точки связи духовного и тайного мира, можете сказать, союза, который проходит больше через чувственный мир человека, чем через его умственные способности. Этот союз не может быть разорван, а Узияву, войдя в храм, исходя из соображений, что Всевышний оставил землю, что теперь храм стал таким же местом, как и Бейтель, и как любое другое место, и можно приносить там жертвы, любой человек может приносить жертвы, войдя в храм из таких соображений. Он сказал ложь, хотя дурной язык – это не ложь, но он сказал ложь, так сказать, или, скажем, извратил правду, повернул ее, как бы изразил правду, в каком смысле, как мы увидим сейчас в дальнейшем, Всевышний действительно отдалился от мира, в том плане, что его ощущение, его присутствие стало слабее, правоочистое стало слабее, все стало как бы в этом чувственном плане, все стало слабее, однако он скрыл себя, но он не разорвал связь, скрыл себя в какую-то степень, но не разорвал связь, которую он никогда не разрывает. И поэтому Узияу был наказан этим заболеванием, которое дается за дурной язык. Дурной язык – это не ложь, а представление вещей, скажем, в таком, может быть, скажем, берутся факты, и он представляется в неверном свете. Сам факт, может быть, он не извращается, но он представляется в неверном свете. Мы посмотрим, как бы в дальнейшем еще посмотрим это. И вот год смерти царя Узиягу, а именно в день, когда Узиягу зашел в храм, Ишаягу говорит, увидел я Бога, сидящим на престоле высоким и величеством, и края одежды его наполняли храм. А Ишаягу видит видение, которое свидетельствует о том, что божественное присутствие начинает отдаляться от мира. Прежде всего, мы видим, что престол Всевышнего в том плане как бы управления миром, связи с этим миром, он находится в храме. Оттуда из храма как бы распространяется благословение и распространяется ощущение божественного присутствия. Все эти моменты связаны с храмом. Мы помним с вами, что храм – это то место, где был сотворен Адам, и как бы для него это, так сказать, естественное соединение духовного и материального мира, потому что Всевышний там вложил душу в тело Адама на этом месте, и вот с тех пор как бы духовный мир и материальные соединяются как бы там, и вот это ощущение духовного мира, влияние духовного мира на весь мир распространяется из этой точки. Там стоит как бы престол, престол Всевышнего, святая святых, и вот он сейчас начинает подниматься, да. Он высокий, величественный, но он уже не касается земли, он уже не скопорит на земле, и только края одежды его, как бы господина мира, видение которого видит Ишаягу, они наполняют храм. Впоследствии в 63 главе Ишаягу назовет, от имени Всевышнего скажет, что храм – это подножие для ног моих, то есть ноги мои как бы касаются, как бы касаются земли, там происходит соединение божественного присутствия с материальным миром, а здесь нет. То есть здесь такой момент, когда уже Всевышний отдаляется от материального мира, и как бы не его ноги касаются материального мира, а только одежда, что-то внешнее наполняет святая святых, соединяется с материальным миром. То есть это ведение отдаления, начало отдаления Всевышнего от храма, от материального мира, от сыновей Израиля. Но в каком плане отдаление? Он Всевышний никуда не уходит, он начинает скрывать себя. А сам по себе этот союз соединения духовного и материального мира через храм – это момент неразрывный, не случайно. И Рушалаем называется Нецех – вечностью. И Рушалаем – это храм, это момент такой вечный. Там ничего не может оцениться, там соединение материального и духовного мира, Всевышний продолжает оттуда управлять всем миром и посылать его благословения. Вопрос в том, насколько это ощущается людьми. И вот это ведение, опять же, оно говорит о том, что ощущение вот этого божественного присутствия, оно станет меньше, слабее у людей. И Ишаягу продолжает рассказывать о своем ведении, и он говорит, огненные ангелы стоят перед ним, шесть крыльев у каждого из них, двумя крыльями он лицо свое, прикрывает он лицо свое, и двумя крыльями он ноги свои, двумя летает. Здесь можно сравнить с ведениями Хискееля в первой главе, которая называется «Маса Меркова», «Колесница», которую мы с вами изучали, и мы можем представить себе, что как бы ведение Хискееля уже говорит о другой стадии отдаления Всевышнего мира, о начале изгнания, сам Хискеель находится в Бавеле и пророчествует за шесть лет до разрушения храма, когда приближается, не приближается изгнание, вот в картине, которую он видит, «Маса Меркова», там образ Всевышнего господина мира находится над небесами. Он уже как бы не касается земли, он уже поднялся за небеса, то есть божественное присутствие скрылось от людей полностью, но что ведение Хискееля оно дается как как ответ на то, что говорят люди, оставив Всевышнюю землю, с одной стороны как бы Всевышний поднялся за небеса, то есть это образ того, что он скрыл себя с другой стороны, ангелы, которые находятся под небесами, они движутся по его воле, по воле того, который сидит над небесами, дух того, который сидит над небесами, мгновенно пронихает в ангелов, которые под небесами и движет ими, то есть Всевышний управляет по-прежнему всем тем, что происходит на земле и событиями, которые происходят на земле и царствами, они по его воле поднимаются, по его воле, падают, мгновенно все его воли распространяются, нет никого, кто бы мог хотя бы одну секунду воспротивиться его воле, все ангелы сдвигаются по его воле, но что? Сам он как бы сидит над небесами, его влияние, его присутствие в мире стало неощутимым. И мы чувствуем разницу между тем, что есть здесь, между видением, которое есть здесь, и между видением Мехискелес, здесь только-только божественное присутствие начинает отдаляться, как бы подниматься за небеса, оставляя храм, оставляя землю. Теперь об ангелах. Огненные ангелы стоят возле престола. Почему они огненные? Они как бы предупреждение пророку или напоминание пророку о том, что те образы, которые он видит, они не являются реально существующими. Это картина пророческая, которая дается ему, чтобы он понял, понял, что Всевышний вскрывает себя, как бы отдаляется от храма. Но это не значит, что у Всевышнего есть какой-то образ, и что у него есть какой-то реальный престол, и огонь, который сжигает все материальные формы. Вот эти ангелы изо дня напоминают пророку, как бы увидел, посмотрел, а теперь все сотри. Как знаете, иногда в тайной переписке кто-то получает письмо, и в нем написано после прочтения сжечь. Вот то же самое здесь. Увидел, посмотрел, и оставь только идеи, а сами образы сожги, сожги, уничтожь. Об этом напоминает огонь, огненные ангелы, пылающие вокруг престола. Именно поэтому они огненные. У каждого из них шесть крыльев. Мы видим, что они закрывают свое лицо и закрывают свои ноги. Это свидетельствует то, как бы они указывают, эта картина пророческая указывает на силу божественного присутствия, которое еще не совсем скрыло себя, потому что ангелы, как бы в присутствии Всевышнего, они стоят рядом с престолом, и они не могут открыть свои лица, и они не могут открыть свои ноги, они закрывают себя. Мы видим только как бы в этой картине только их крылья. В отличие от той картины, которую мы с вами изучали в первой главе пророка Ихисхеля, там видны лица ангелов, и там у них открыты ноги. Они не закрывают свои ноги, мы видим как бы как они идут. У них одна нога, я напоминаю, вот есть их движение, или ноги их слиты в одну ногу. Но эти элементы ангелов, они открыты, потому что божественное присутствие уже не так ощущается. А больше ощущается индивидуальность, личность и действия ангела. Хотя они все находятся во власти Всевышнего, как бы при взгляде со стороны, кажется, что у этих сил есть индивидуальность, возможность действовать самостоятельно. И вот лица их открыты, и ноги их открыты. Здесь нет, здесь все закрыто. Поскольку есть сильное божественное присутствие. Вот мы сейчас с вами, может быть, остановимся через несколько минут, пока мы посмотрим дальше. И взывал один к другому и говорил. Свят, 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 бог воин, вся земля полна славы его. И как мы представляемся с вами, в общем-то, практически каждое пророчество, пророчество, и оно является ответом на представление сыновей Израиля, неверные представления сыновей Израиля, направлено на то, чтобы исправить их. Иногда, может быть, не каждое пророчество, может быть, так нельзя сказать, не каждое пророчество, но мы видели пророчество Амоса, оно является предупреждением, Ну, таким своеобразным ответом на поведение сыновей Израиля. А здесь эти слова, они исправляют, призваны исправить ошибку сыновей Израиля. Они говорят, что сыновья Израиля считают, что Всевышний оставил землю, отдалился от них. Еще немного они скажут, что они вообще ничего не обязаны Всевышнему, потому что он оставляет их. И Узиягу, как мы понимаем, он подхватил эту идею, опирается на эту идею, хотя он и хочет исправить, предотвратить подход сыновей Израиля от Всевышнего. Но он опирается на эту же ложную идею. И вот приходит ответ. Это видение ответа. И слова ангелов, они также ответят. Свят, 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 бог воинств. Вся земля полна слабы него. Что они говорят, что они хотят сказать, что мы слышим в этой фразе, которую мы повторяем как минимум два раза в день во время утренней молитвы и дневной молитвы. Что это значит? Свят. Свят, он отделен. Свят, он выше понимания. Свят, он выше понимания. И здесь можно сказать так, что эти слова направлены на то, чтобы сказать, что соединение духовного мира с материальным вы понять не можете. Зачем вы беретесь утверждать что-то о соединении духовного мира с материальным, о близости Всевышнего к духовному миру, о том, что он отдаляется, он отставляет этот мир. Вам это не понять. То, что касается Всевышнего, у него нет образа, у него нет подобия, скажем, в том смысле, что нельзя найти прямого подобия Всевышнему его свойствам на земле. Так, например, единство Всевышнего, оно особое. Нет ему прямого аналога. Аналог есть, но прямого аналога на земле нет. На земле в материальном мире все состоит из составных частей, даже электрон состоит из составных частей. И есть единство частей. А у Всевышнего это не единство частей, это абсолютное Всевышнего единство. Как говорят, простота единства. То есть нет там никаких ни границ, ни оттенков, ничего. То, что касается Всевышнего, это полное абсолютное единство, которому нет аналога в нашем мире. Подобие единства есть, но оно подобие, но не прямой аналог то, что есть у Всевышнего. И в этом плане Всевышний святка, Дождь отделен. В этом плане он недоступен человеческому пониманию. Это не значит от того, что мы свободны от усилий понять Всевышнего, но при этом мы должны помнить, что прямого аналога в материальном мире свойств Всевышнего нет. Еще один момент, который относится непосредственно сюда, что Всевышний не похож, скажем, как творец. Он не похож на творцов, создателей, людей, которые действуют в материальном мире. И строитель, он завершив постройку, собирает свои инструменты и уходит. Всевышний, создав мир, так сказать, построив его, он не отпускает свои руки. Он не отпускает свои руки от него. Если он как бы отпустит свои руки, то мир тут же исчезнет. Творящая сила продолжает действовать постоянно. Мы знаем, что творение мира, оно произошло ешми айен, то есть что-то возникло из ничего. А ничего, а ничего – это айен, оно непостижимо, потому что оно ничего. И это творение, оно продолжается постоянно, как мы с вами сказали. Всевышний, каждое мгновение извлекает мир из ничего. Поэтому понять соединение духовного и материального, божественного присутствия с материей невозможно. И не надо пытаться это делать ни на каком уровне. Нужно только признать одно, поверить в то, что Всевышний сам сказал о себе, что он всегда здесь. Он всегда здесь. И это высшее понимание, то, что он постоянно творит мир. И в этом плане Всевышний святой. Поэтому Кадош, 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 Всевышний свят, свят, его нельзя представить из материи. Его нельзя представить из всего, что вы знаете о духовном мире. Его нельзя представить где-то на грани между духовным и материальным миром, как бы там, где проходит соединение материального и духовного мира. Нельзя представить себе Всевышнего или, скажем, нельзя найти никакого прямого аналога Всевышнему ни в духовном, ни в материальной области, ни на их стыке. И вот он трижды свят, при этом он бог воинств. Бог воинств – это тот, кто управляет всеми событиями и всеми процессами на земле. На это указывает это его имя, бог воинств. И вся земля полна славы его, скажем, свет Всевышнего, ощущение Всевышнего, оно есть на всей земле или, по крайней мере, может быть воспринимаемо на всей земле. Поэтому, скажем, сказать, что Всевышний оставил землю и что храм, там, где как бы происходит вот это соединение, прежде всего там происходит соединение духовного и материального, что он стал обычным местом, это как бы все слова, которые не стоит говорить, потому что все эти понятия, они выше, как бы не поддаются вашему пониманию. Все эти аспекты не поддаются вашему пониманию, поэтому примите только одно, что Всевышний повсюду, как это и каким образом понять это невозможно. Всевышний повсюду, и его присутствие может быть ощутимо, может быть ощутимо повсюду, потому что вся земля полна славы его. Те славы иногда как бы, как можно сказать, больше присутствие ощущается, иногда славы меньше, но везде и повсюду есть Всевышний, и, по крайней мере, есть потенциал, возможность ощутить его присутствие. Это такой вот ответ Узиягу, скажем, ставшим выразителем ошибки его поколения, исходившим из ошибочной мысли. Нам сказать, что Узиягу человек очень, очень развитый сам и развитый в духовном плане. В Деврееве Мим про него говорится, что в его время жил Схарья, который умел понимать видение Всевышнего. То есть Узиягу учился, и у пророка Лишаягу, и учился еще у того, кто как бы знал, так можно сказать, структуры духовного мира, учился понимать его видение. И, тем не менее, мы видим, что он совершает ошибку. Мальбим говорит о том, что поскольку цераат, заболевание появилось у него на лбу, это указывает на том, что его ошибка, она не исходит, скажем, из дурных желаний, а это ошибка, скажем, есть, так можно сказать, теоретическая на уровне разума из-за неверных и неправильных выводов. Есть большая разница, когда человеку не культурные желания, когда он просто, скажем, хочет добиваться власти, его действительно одолела гордыня, это все желания, которые далеки от разума, дурные желания охватывают человека. А Мальбим подчеркивает, что само в себе то, что цераат, болезнь появилась у него на лбу, указывает то, что он совершил ошибку, а не пошел просто за своими дурными желаниями. Некоторые современных комментаторов говорят, что вот у Зияу был человек властный, он властвовал везде и повсюду, добился власти, и вот ему захотелось властвовать также и в храме, где распоряжаются Кагена, а он и над храмом захотел отвердить свою власть. Эта посылка, мне кажется, очень необоснованная, совершенно ни на чем не основывающаяся. И, опять же, хочется подчеркнуть, скажем, праведность Зияу до этого поступка и после этого поступка. Здесь я хочу остановиться, по крайней мере, на чуть-чуть и спросить вас, какие возникли у вас вопросы, соображения, посылки какие-то. Вот я останавливаюсь, и, пожалуйста, если есть что-то спросить, то я попытаюсь ответить. Да, если можно, Равзеев, насколько я слышала, что цаарат – это болезнь, в принципе, которая указывает на высокий уровень человека, которому посылается эта болезнь. То есть, в принципе, это тоже как знак того, что непростому человеку ее могли бы и не послать. Вот Мириам, да, послали ее, и Узиягу послали. То есть это, скажем, тоже в какой-то степени выделенность. Я думаю, что это правильно. Думаю, что это правильно. По крайней мере, те примеры, которые мы видим в Торе – это примеры, скажем, есть и примеры, и, скажем, как можно сказать, что здесь дело не только в том, что это большие люди, а это, скажем, темы большие, важные, важные для всего народа. Вот там, где возникает такая тема, скажем, да, и эта тема сама по себе раскрывается не совсем верно, да, так же, как вы говорите, и Маше, и Мириам, да, и вот мы здесь видим Узиягу. Вот эта тема важная раскрывается не совсем верно. Там приходится рад, в этом плане вы совершенно правы, что как бы не из-за мелких дел, а вот из-за очень-очень крупных проблем. И второй вопрос, если можно, простите, Майкл, Михаэль. Вот второй вопрос по поводу одежды, края одежды. Одежда – это как качество, да, медот, то есть как проявление качеств? В любом случае, одежда, особенно края одежды, это что-то более внешнее, чем, скажем, более внешний уровень. Одежда, если говорить о человеке, она может быть, так сказать, это свидетельствует на движение, но, в общем-то, само тело, его как бы движение, напряжение, оно скрыто. Само тело, оно тоже внешнее по отношению к душе, но одежда еще более внешняя. Она скрывает в значительной степени, скрывает движение, детали движения, она скрывает. И поэтому здесь одежда, я не думаю, что нужно говорить здесь, что медот – это одежда, они всегда, не всегда есть возможность уточнить. Я бы сказал, что медот – это просто, что это одежда, это более внешне, действует он в внешнем уровне, что только как бы более внешние проявления Божественного присутствия, они остаются в мире, более глубинные, более мощные, они начинают скрывать. – Большое спасибо. – Что тут еще спросить? – Я хотел понять, какое взаимоотношение у царя Узкиягу было с пророками? Мы знаем немножко об этом? – У Узкиягу было с пророками? – Да. – Значит, мы говорили с вами, что Ишайягу, он из царского дома, и царь Узиягу, его судьба, скажем такова, его отец Амация, который встал на пути белопоклонства, вынужден, и вообще его управление очень неудачное, Амация вынужден бежать из Ярушалаима, и он 16 лет скрывается в Мегидо, пока его не убили там. Все это время правит Узиягу. Ну как правит? Когда Амация бежит в Мегидо, его сыну Узиягу год, его возводят на престол. Естественно, что пока он не подрастает, он начинает править по-настоящему. Зачем, как бы я все это говорю, что он растет, его готовят к тому, чтобы быть царем, и, скажем, главная фигура в его воспитании – это Ишайяу. Сам Ишайяу, он пророк Ишайяу, он главная фигура в его воспитании. Поэтому Узиягу, он человек очень развитый, и, безусловно, царю очень трудно идти за пророком и исполнять все его поведения. Очень трудно, как бы, есть реальные обстоятельства, и вдруг есть требования пророка с точки зрения духовного мира. Конечно, царь должен подчиняться, но ему очень трудно. И точно о том, следовало ли Узиягу всем восстановлениям Ишайяу, мы не знаем. Но в любом случае между ними очень тесные отношения, большое взаимопонимание. И мы не видим никаких уплёков Ишайяу по отношению к Узиягу, скажем так сказать, как личности, в его поведении. Мы не видим никаких резких уплёков, особых, по крайней мере, уплёков. Мы не видим. Может быть, в первой главе, где описывается проблема общества, часть уплёков относится и к Узиягу, но это не уплёки к царю, скажем, царю-злодею, а может быть, к тому, что никто, скажем, не совсем справляется с ситуацией. Ситуация очень сложная. После правления таких царей, как Юаш, который в конце жизни стал просто идол-поклонником, убедил себя и самого идолом правления Амадсия, ситуация очень сложная. И Узиягу, безусловно, он ни в начале жизни, ни в конце жизни, у него нет ни вопленности к другому воплёнству, у него нет никакого столкновения с пророком. Мы увидим в седьмой же главе, мы увидим с вами царя Ахаза, Ахаза сына Ютамы, внука Узиягу, который, понимая всю силу пророка, он не хочет ему подчиняться, не хочет его слушать, просто как бы принципиально не хочет идти за пророчеством. Без всего этого мы можем понять, что у Узиягу нет никаких столкновений с Ишаяху до этого момента, когда он явно Ишаяху не спросил, что ему сделать, он пошёл в Сангетрим, ему объяснили, к Ишаяху он не обратился. Это да, безусловно. Вся остальная жизнь, как бы его, безусловно, он не противоречит, по крайней мере, не вступает в противоречие с пророком. Вот это то, что мы можем себе представить. Что-то хочется ещё спросить. Пока вы думаете, я со своей стороны хочу добавить, что изучение пророков, как вы видите, может быть, и смогли почувствовать, это такое особое дело. Здесь всё строится на тонкостях, предполагает, если не знание духовного мира, структур духовного мира, то, по крайней мере, какое-то приблизительное знакомство с духовным миром, правил духовного мира. И, конечно, это изучение, оно отличается от изучения Торы. Хотя в Торе тоже есть много понятий, которые требуют от человека как бы приблизиться к духовному миру. Но здесь, в пророках, без этого уже просто никуда. Просто совершенно невозможно. И в этом плане изучение пророка представляется очень важным, незаменимым, потому что оно приближает человека к духовному миру, выводит его на какие-то новые и другие понятия, не позволяет ему превратить отношения с Всевышним соблюдением заводи, превратить в какую-то рутину, просто в постоянное действие. Мы подойдем к Ишаягу и к учению Ишаягу. Будем продолжать его, я надеюсь. И он нам скажет, упрекая сыновей Израиля, он скажет, митцва аншей миломада. Те, кто соблюдают заповеди, как люди обученные, привыкшие соблюдать заповеди. Я вам протестую к аутикам. И в этом же плане я бы сказал, что все изучение пророков удаляет на основе формальности, формализма, представление о том, что можно, просто соблюдая формально заповеди и не размышляя о Всевышнем духовном мире, добиться какого-то настоящего успеха духовного роста. То есть это как бы пророки от этого нас, от этого не смертелья. Хорошо. Если есть что-то, хочется еще спросить, пожалуйста, я готов ответить. Вот. Ну, если можно уточнить все-таки мой вопрос. Я правильно понял, что Амати, и сам царь Игуды, и у него был брат Амод, а Амод – это отец Ишиягу. И они были двоюродными братьями, получается. Да, но это имеет значение только в том плане, что двоюродные братья, хорошо. Двоюродные братья бывают разные, и, наверное, Ишиягу с Устьяавой были разными людьми. Это имеет значение в том плане, что Ишиягу был при дворе. Он вхож в дом царя, он без всякого предупреждения и разрешения может войти к царю. То, что не было, дано ни одному другому пророку. В этом плане Ишиягу отличается от других пророков, что он из царской семьи. И в той, скажем, стой или иной степенью плотности, так сказать, усилий, он, безусловно, принимал участие в воспитании Устьяаву. А то, что это родственная связь, ну, хорошо, это интересно как информация, вот, но главное, то, что Ишиягу, это и семьи царя, и вхож в горе, мне кажется, что это здесь главное. То есть он действительно просто реально не послушался его. Вряд ли же Ишияг не знал о его планах, да, что он пойдет в храм. Как всякие люди. Один раз сказал о своих планах, а другой раз не сказал о своих планах, потому что он есть определенный. Он пошел в Сангедрин, уточнить, как бы прав или не прав. Сказали, что не нужно входить в храм, но он решил, что он прав, а у Ишиягу он не пошел спрашивать по тем или иным причинам, по-моему, может быть, он знал его мнение, не хотел как бы лишний раз услышать «нет», и пошел, пошел, зашел в храм. Хорошо. Ладно, давайте мы здесь с вами остановимся. Вот, и я уже жду следующей нашей встречи, и надеюсь, что наше занятие куда-то нас продвигает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!